Симеон 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 Когда над монахом совершается постриг, ему вручаются четки с повелением творить Иисусову молитву, но высокая молитва Иисусова – вещь очень трудная. Новоначальный монах должен очиститься от страстей, но в общем сейчас светский мир говорит так «Я хочу иметь свободу, свободу, свободу». Монастырь с трудом принимает тех, кто не отринул свободы для того, чтобы совершать послушание. И монаху следует реально жить преданием святых отцов. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Другие трудились, а вы вошли в труд их. Пророки и все духовные люди Ветхого Завета трудились, а святые апостолы вошли в труд их. Они нашли уже все готовым. Каждый человек спасается сообразно с духовными условиями своего времени. Сейчас вы обязаны быть несколько обращены к меру для того, чтобы быть в состоянии как материально восстанавливать монастыри, так и духовно отвечать на нужды народа, приходящего к вам в поисках духовной помощи и утешения. Даст Бог, пройдет время, когда в монастырях разовьется духовная жизнь. И в этом будет духовная заслуга и тех, кто создавал предпосылки для того, чтобы их преемники могли жить духовно. Церковь есть тело, и члены ее общаются в любви. И сейчас, поскольку страждет тело церкви, монашество не может заключиться само в себе и не заботиться о том, чтобы, приняв народ таким, каков он есть, помочь ему из его нынешнего состояния притвориться в народ Божий. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Из хороших отшельников, из хороших киновиатов выходят великие старцы. И именно они излучают тот свет, которым должно руководствоваться монашество. Все мы хорошо знаем, что надо делать. Мы знаем, что это не только из древних книг, но и от живых современных старцев. КОНЕЦ КОНЕЦ Все святые говорили одно и то же. Все святые говорили о Святом Духе. Если мы очистим нашу душу, то Бог наполнит ее настолько, насколько она сможет вместить. Если ты принесешь Богу свое сердце, то он наполнит его подобно тому, как сосуд наполняется водой. Если ты принесешь ему чашу большего размера, то он наполнит и ее. И от чистоты сердца зависит обилие благодати Духа Святого, которую получает каждый человек. В Евангелии от Матфея, в шестой главе говорится, «Светильник тела есть око. Если око твое светло, все тело твое светло. Оком является ум человека. Если наше око, то есть ум, просвещено и чисто, то святые отцы называли это трезвенным созерцанием. Все предание отцов посвящено трезвению. Трезвение совершается умом человека. Ум есть страж. Он питатель души. Если же ум не внимает, то душа наполняется нечистыми помыслами. И цель всей борьбы человека состоит в том, чтобы не принимать лукавых помыслов. Лукавые помыслы – это зловоние души. Внутри нашей души есть скверные нечистоты, исходящие из людей. Это и есть зловоние. Лукавые помыслы – это зловония. КАЛЕДИО Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Аплодисменты 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 Насколько монах удаляется от мира и при содействии благодати Божией исцеляется. Настолько он понимает, как безумен мир. Насколько монах освобождается от тяжести своих грехов, настолько вселившаяся в него любовь к Христову, пробуждает в его сердце желание взять на себя грехи других людей, отдать всего себя, не только свои страсти, которые чужды природе человека, но и то, что естественно и присуще природе человека, свои добродетели, приобретенные постом, бодением, великими трудами, отдать это, чтобы получить возможность общаться с Богом, который превыше естества, и благодать которого он начал чувствовать. Здесь происходит странное явление. Чем больше кто-либо чувствует, что благодать Божия умножается в Нем, тем больше он начинает желать, чтобы эта благодать распространилась и на других. Бог есть любовь, и как Солнце освещает все, так и тот, кто вступает в общение со Христом, Богом любви, уже не может удержать в себе эту любовь, но простирает ее и на людей, жаждущих любви, чтобы они покаялись и получили возможность спасения. Солнце освещает все, Солнце освещает все, Солнце освещает все, Солнце освещает все, Подлинным деланием монаха является хранение ума. Трезвение ума, безусловно, является обязанностью всех христиан. Конечно, нам монахам заниматься этим намного легче, чем мирянам, обремененным житейскими заботами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мы общаемся как с чувственным, так и с нашим внутренним миром, посредством помыслов, которые приближаются первыми. Здравый ум различает приходящие помыслы. Когда же он спит, тогда, подвергшись нападению помыслов, впадает в неразумие. Чувства порабощаются, и тогда ум ведет человека к падению. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Удаление от мира дает нам свободу, которая способствует хранению ума. Первое, с чего начинает монах, это насаждение в себе памяти о Боге. Через удерживание в уме, который таким образом получает работу, имени Иисуса Христа. Имя Господа нашего Иисуса Христа – это не просто слово. Это энергия, это сила. Итак, ум, держа имя Христова, постоянно бодрствует. И, видя приближающиеся прелоги, хватает их и подвергает испытанию, спрашивая, кто ты, свой или враг? Не всякий, говорящий мне Господь, Господь, внедет в Царство Небесное. Не тот, кто недостаточно твердо исповедует меня Богом, но тот, кто соблюдает мои заповеди и любит ближних. Христианство – это не теория, но сама жизнь. Монах виновен, если он не стяжал святости. В крещении и монашеском постриге мы получили благодать освящения. Почему же в нас нет святости? Почему у нас обитают лукавые помыслы и страсти? Даже если об одном этом монах будет размышлять, это одно приведет его к смирению. Молитва должна быть прежде всего. Мы непрерывно должны мыслить о начальнике нашей веры. Непрерывно мыслить о Христе. Мы живем в последние времена, когда появилось множество соблазнов. И вы должны говорить об этом своему народу. Надо напоминать ему, что христианство – это откровение. И оно не нуждается ни в какой модернизации. От него ничего нельзя ни убавлять, ни прибавлять к нему. Ибо пришел Тот, Которым все пришло в бытие. И Сам Он лично вручил нам это откровение. Субтитры создавал DimaTorzok Для нас, монахов, нет ничего. Ни неба, ни земли, ни ангелов, ни рая. А есть только один Бог. Он является единственным центром нашей любви, наших устремлений, нашего ума, нашего пламенного желания, нашей деятельности. Только и только Он – Христос. Симеон, который был в России, встречал женщину одну, которая говорила о том, что Бог перестал действовать так, как было раньше. И что теперь нет больше стартов. Это неправильно. Бог не меняется, и ничто не убаляется в Нем. Но мы портимся. И Господь отходит от нас. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Не стоит забывать о том, что святогорцы большую часть времени проводят в храме, а лучше сказать, что они в нем живут. Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 могла бы быть и получше, чтобы не огорчать его, но он не лежит тебе обрадовать сердце его. Если тебе приносят пищу, которую ты не можешь съесть, не показай этого, принуть себя вплоть до смерти, чтобы это съесть и обрадовать другого. И так необходимо, чтобы твоя любовь обнимала не только твое собственное пусто, но распространялась на тех, кто очень далек от тебя. Если случайно ты кого-нибудь огорчишь, кем-нибудь пренебрежешь, то знай, что тогда уже не идет речь о достижении очищения, ибо как варется тебе божественная благодать? Если ты не вмещаешь в себя интересов другого и этот ограниченный мир, то как вместишь беспредельного и невыместимого Бога? Чем бы была наша жизнь без молитвы? Чем бы был весь мир без нее? Сердце без молитвы похоже на целлофановый пакет, который от своего груза быстро рвется и вскоре выкидывается. Именно молитва, ибо она дает нам Бога, продает смысл нашей жизни и всему нашему существованию. Говорят, что жизнь кончится, когда прекратят молиться люди. Но разве возможно, чтобы это произошло? Нет, ибо всегда найдутся любящие Господа, и непрекращающиеся молитвы таинственным образом будут питать их. Мир, да ныне снавший и пребывающий в мучениях, и западший природ человека, воскреснет. Будет новая земля и новые небеса. Мир возрадуется в вечном веселье и слава рода человеческого, во божественном святоизлиянии. Давайте молиться и держать на готове свои кадильницы, ибо куда бы мы ни отправились с молитвой на устах и в сердце, мы точно становимся домом обитания Господа. Соломон, этот великий человек, воздвиг свой храм, собрав все материальные ценности, золото, серебро, изумруды, все, что было у народа. Он устрачивал на построек денег больше, чем кто-либо. И все это ради того, чтобы возвести дом Божий. Мы же можем приготовить для своего Бога другое жилище. Это наши сердца. Вспомните, что сказал Господь, когда восходил на небеса. Я с вами во все дни. Нет ли обозначает поднятие чаши в концертургии, когда священник возглашает. Всегда, ныне и присно, во веки веков. Итак, братья, давайте приготовим свои духовные кадильницы и ладан для них. Богу не подошло ни солнце, ни величественный храм Соломона. Он разрушил его. Почему? Потому что домом для своего обитания он избрал моляющееся сердце каждого из нас. Соломонононамин Соломоним Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok ДimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Великие подвиги духа Сочный плод монасты ДimaTorzok Именовали ДimaTorzok 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 Святой Афанасий Афонский, будучи подвижником и вкусив сладости пустыни, преуспел в таком обеднении внутриогромной императорской кеновии ради спасения многих. Он воспринял святующую студийскую традицию, из которой сохранил 1. Необходимость влияния духовного отца, старца, на личность монаха. 2. Принятие во внимание особенностей индивидуального пути монаха. 3. Возможность подвижнических, аскетических упражнений, ибо для всех времен остается верным то, что велик труд подвига. 3. В результате этого чудесного соединения Цветогорское монашество стало непрестанным собором, некой жизни в себе, где все люди достойно развиваются как порознь члены одной плоти Христовой, как одно общение в любви и служении, усердии и молитве, что приносит радостное облегчение, восповедание помышлений и участие в богослужении. 4. Все это дает покой человеку, который оказывается вознесенным, благодаря искреннему и безоговорственному послушанию старцу. 5. А соблюдение правил монашеской жизни подпитывает в человеке духовную силу и жажду стремления к Богу. 6. Святой Симон жил незадолго до эпохи Исихасских споров, когда на Афоне было более 300 монастырей и множества подвижников. 7. Он посвятил себя умному созерцанию, однако, получив в божественном видении повеление, он основал вокруг себя общину для того, чтобы сделать обширительный устав на скале ступенью к созерцанию. 8. Лучшим наследним, оставленным Святым Симоном духовным чадом, был опыт боговедения. 9. Они же, в свою очередь, должны осуществить святогорский синтез в совместной жизни братьев в Исихии с упованием на Бога. 10. Это шествие к некоему беспредельному переделу людей, стоящих здесь, монахов, которые не вкрутят смерти, пока не видят Царствие Божие. 11. Монастырь – это ковчег святых, освященный град, прообразы их отпечатки. 12. Небо и монастырь по Богдате – одно и есть. 13. Небесный сион и монашеская община – это уготованный Богом мир. 14. Это казна для тех, кто хочет захватить Царство Божие. 15. Это кладовая, в которой все хранилища открыты. 16. Здесь можно хранить наши инструменты и оружие, духовное и боевое, для орудия нашего труда перед Богом. 16. Это гардероб, содержащий черные одежды обетов и красные от крови одежды аскезы. 17. Это винные погреба для вина нового, хлебные амбары для хлеба жизни, защитные очки для того, чтобы безболезненно смотреть нам на солнце и на звезды духовные. 17. Это хранилище особое, ибо иная слава солнца, иная слава луны, иная слава звезд. 18. Сам Господь говорит, Сын Человеческий, это место престола моего и место стопам ног моих, где я буду жить среди сынов Израилевых вовеки. 18. Сын Человеческий, это место престола моего и место стопам ног моих, где я буду жить среди сыновей. 18. Сын Человеческий, это место престола моего и место стопам ног моих, где я буду жить среди сыновей. 18. Сын Человеческий, это место престола моего и место стопам ног моих, где я буду жить среди сыновей. 18. Сын Человеческий, это место престола моего и место стопам ног моих, где я буду жить среди сыновей. 18. Сын Человеческий, это место престола моего и место стопам ног моих, где я буду жить среди сыновей. 18. Сын Человеческий, это место престола моего и место стопам ног моих, где я буду жить среди сыновей. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok